С 1 января 2022 года 100% сжиженного газа реализуется посредством электронной торговли. Это стало причиной роста цен на сжиженный газ. Цены на газ теперь будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. В Минэнерго назвали два варианта развития ситуации. Почему же цены на газ так резко выросли? С января 2022 года 100% сжиженный газ реализуется посредством электронной торговли. Это и стало причиной роста цен на сжиженный газ, уверяют эксперты. Цены на газ теперь будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. Акиматы не участвуют в регулировании цен на газ, так как данный товар относится к конкурентной среде. Пока собственники АЗС региона решили снизить стоимость газа со 120 тенге до 90 тенге. Но агентство по защите конкуренции начало расследование ценового сговора с владельцами АЗС. Поэтому журналисты и спросили министра энергетики, чувствует ли он ответственность за произошедшее. Как я могу работать министром энергетики и не чувствовать ответственность за ту отрасль, которую я возглавляю? Естественно. Впрочем, Морзогалиев заявил, что низкие цены на топливо не стимулируют рост его производства. Так, в соседних странах цены на газ значительно выше. Более того, контролируемыми органами были зафиксированы многократные факты незаконного вывоза за пределы страны газа, предназначенного для внутреннего рынка, добавил чиновник. В мировой практике цена на сжиженный газ составляет около 70% от цены бензина, полагает он. К примеру, при себестоимости 92 марки бензина 182 тенге за литр, рыночная стоимость сжиженного нефтяного газа должна составлять порядка 127 тенге, добавил Морзогалиев. Он рассказал о текущем состоянии газоперерабатывающего завода в Мангисталской области, в котором износ оборудования, по его словам, составляет почти 90%. Крайне важно поддерживать ее инвестиционную привлекательность. Но невозможно, невозможно работать или оперировать тем или иным заводом, который продает себе в убыток из года в год подряд. Приглашенные на брифинг в СЦК эксперты также поддержали министра и заявили, что в рыночное время цена не может быть ниже себестоимости. Если сравнить просто рыночные цены на товары, которые у нас сейчас есть в Казахстане, ниже 100-120 тенге, в принципе, ничего и не продается. Молоко, естественно, дороже, газировка стоит дороже, при том, что ее себестоимость существенно ниже, чем производство, например, сжиженного газа. Но люди требуют снизить цены до 60 тенге. Однако министр полагает, что это нереально. У нас есть два варианта. Мы или будем сидеть в постоянном дефиците, и наши заводы в какой-то момент просто-напросто остановятся. И сейчас я вот уже говорил, что по тому же на Узельскому ГПЗ все к этому идет. Или будут приниматься вот такие вот, может быть, не очень популярные меры. Резюмируя брифинг, министр сообщил, что в Казахстане построят новый газоперерабатывающий завод. Боуржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.